Привет, дорогие друзья! Сегодня, как и обещали, мы с вами приготовим гибкий холодный фарфор. Для этого нам понадобится клей. Вот такой клей я использую. Марвин Винил. Гибкий холодный фарфор можно варить из такого клея. Это американский клей. Очень хороший, если вы его достанете. В магазинах для рукоделия продается. Но он довольно-таки дороговатый. Я взяла этот. Здесь побольше. Вроде по цене нормально. Это мне этот клей дети подарили случайно. Я с него сварила. И получился очень хороший, гибкий, холодный фарфор. И еще нам понадобится крахмал. Но крахмал не кукурузный, а крахмал из тапиоки. Я его приобрела в магазине. Все для косметики. Там он продается. Если вы сможете найти. Но можно, я думаю, варить и с кукурузным холодным фарфором. Потому что клей этот очень хороший. Еще Джонсон с Бэйби. Сегодня я даже глицерин не буду. Потому что все-таки это очень хороший клей. Не надо. Так, наливаем. Я сегодня буду делать поменьше. 125 грамм клея и столько же по пропорциям этого крахмала. Так, сейчас мы будем все это замешивать. Масло Джонсон с Бэйби наливаем пол чайной ложечки. Потому что здесь половину меньше. Как я обычно варю 250 грамм. А здесь я 125 грамм. Перемешиваем. И лимонный кислотина. Где-то вот так. Немножечко. И перемешиваем. И этот колонный фарфор мы не будем варить вместе с крахмалом. Потому что этот крахмал не любит высоких температур. И клей тоже. Этот клей надо варить при низкой температуре. Потому что он очень быстро полимеризуется. Одну минуту 450 градусов в микроволновку. Вот мы проварили одну минуту. Смотрим, какой он густоты. Мы выпарим из него как бы влагу. Сейчас посмотрим, сколько нам еще надо. Немножко начал загустевать. Но мы еще немножечко проварим. еще поставлю на секунд 30. Он потихоньку густеет. И когда он уже будет более густой, мы посмотрим сейчас по консистенции. Это надо смотреть. Сейчас поставлю еще на 30 секунд. Тоже температура 450 градусов. Так, вот мы проварили еще 30 секунд. Вы видите, он уже загустевает. стал гуще. Вот. Можете обратить внимание, он такой консистенции стал. Я думаю, что ему достаточно. Потому что можем переварить. Нельзя много переварить. Надо смотреть обязательно на густоту. Вот он. Как падает. Вот он. Видите, какой он густоты. Ну и теперь будем вмешивать крахмал в него. Засыпаем все, что у нас. И будем замешивать. Не бойтесь, что он такой густой, кажется, сухой. Он сейчас вмесит, берет себе этот крахмал. Я его буду в руках замешивать. Сейчас тщательно вот так вот размешиваю, размешиваю. Так. Сейчас мы будем брать уже в руки. Этот вот видите, какой он становится густой. Сейчас мы намажем руки кремом. Кремом, кремом. Я такой не вижу. Тот у меня закончился. Этот тоже хороший. Сейчас мы его берем в руки. Видите, как я намазывала хорошо. берем в руки и начинаем вымешивать. Потом, если он нам покажется жидковатым, мы еще можем уже в микроволновке немножко проварить. Но я не варю, я жду до следующего дня. Потом смотрю, посмотрите, какой он прекрасный фарфор у нас получается. Гибкий. Тянется. Гибкий, говорю, не гибкий, а тянется. Хорошо. Прекрасный фарфор. Клей, потому что очень хороший. Если вы сможете достать такой клей, то вам гарантировано 100% гибкий, холодный фарфор. Это уже даже без сомнения он будет. Мы сейчас вымешиваем до тех пор, пока он не остынет, потому что теплый нельзя заворачивать, а то пойдет конденсат. В общем, вот такой у нас фарфор. он уже так быстро становится. Сейчас будем месить, месить. Смотрите, наслаждайтесь. Какая прелесть у нас получается. пока не остынет крема. Прекрасный холодный фарфор получается. я думаю, что из кукурузного крахмала он так же самым будет. Этот правда крахмал топелёк, видите, какой он беленький, да? Вот он какой, белый-белый. Замечательный. Вот он какой. Вымешиваем. Ждем, пока остынет. Он совсем не горячий, такой уж очень хороший. Завтра он станет ещё лучше. Он и форму будет держать. Какая у нас красота получилась. так что варите, наслаждайтесь. Я, правда, с него, с этого фарфора не леплю. Я думаю, что он больше подойдёт для роз, чтобы они были гибкие. Потому что или можно его смешивать с моим холодным фарфором. Я, правда, пока со своего леплю, а этот у меня так для чешелестников. В общем, но варить я его научилась. долго тоже искала, экспериментировала. И вот нашла наконец-то. Сначала я варила из так иглу. Но у нас такие маленькие баночки, там с него мало-мало. Он очень тоже такой гибкий. Из него получается прям как резиновые наши такие цветы. этот тоже у нас клей очень хороший. Ну вот мы он уже у нас остыл. Сейчас мы его завернем. Сегодня я буду заворачивать его просто в пищевую пленку. Завернем. Сейчас. Вот он у нас какой. Берем лишнее, чистенькое, что-то. Так. Завернем пленочку в нашу красоту. Но здесь лучше смазать кремом. что я боюсь, что чтобы не прилип. Он пока еще такой у нас. Свой я не смазывала. Вот я смажу. завернем. Достанем до завтра. Завтра мы посмотрим, как он у нас так аккуратненько надо сворачивать, чтобы не у нас складочек. Сейчас выровняю так все щетельно. Завернем. закручиваем. Когда я достаю холодный фарфор для лепки, я достаю только с одной стороны. Эту сторону я не трогаю, чтобы не заветривался. Вот наш фарфор готов. Пожалуйста, лепите, радуйтесь гибким своим лепесточком. спасибо за внимание. Подписывайтесь пожалуйста. Нам очень нужна ваша поддержка, чтобы мы знали, надо нам снимать видео, что вы еще хотите. И ждите новых видео. Будет еще много интересного. До свидания. Всего хорошего.